Всем привет! С вами Анастасия Кадетова, и я расскажу вам о самых важных новостях к этому часу. Заключенных из колонии Навального отправляют на войну. Нам удалось поговорить с их родными. Азюганов предложил вести мобилизацию, но тут же испугался собственных слов. Расскажу вам последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе. А еще про то, как война и санкции проели огромную дыру в российском бюджете. Ни для кого уже не секрет, что в Украине на стороне российской армии воюют заключенные. В некоторые колонии лично приезжал повар Путина Евгений Пригожин и звал зэков ЧВК Вагнера. В армию забирают из колонии Алексея Навального. Нам удалось поговорить с родственниками людей, которых затащили на войну. Можно из колонии строгого режима отправить осужденных на войну. Вот я этого не понимаю. Я зэка, вернусь героям России. Я говорю, а ты уверен, что ты вернешься? Я говорю, поверь, это дорога в один конец, вы все вернетесь. Я говорю, грузом двигаюсь. Зэки не всегда идут воевать добровольно. Для многих это способ избежать пыток и унижения со стороны своих надзирателей. Близкие заключенных рассказали нам про ужасные условия содержания в Мелехово. Такие, что люди соглашаются отправиться на войну, лишь бы оттуда выбраться. А чем тогда эти сотрудники отличаются от осужденных? То же самое делают. Избивают, мучают, издевают. Убивают. 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 Не только избивают, а убивают. Ничем не отличаются. И что в итоге понесут наказание, найдут козла отпущения, которые скажут, не указал вовремя медицинскую. Тот же самый Навальный. Он что, не человек, живой человек, такой же мясной, костяной дышит. А сделали тюрьму в тюрьме. А многих соблазняют большой зарплатой и обещанием выпустить раньше срока. Вербовщики заявляют, что уже через полгода зэки будут дома. Будем честны, такие солдаты, скорее всего, уже никогда не вернутся к родным. Ведь чаще всего заключенных без особой подготовки отправляют прямо на передовую, заниматься разминированием или штурмовать противников. В таких отрядах из десяти человек выживает в лучшем случае один. Подмосковных учителей попросили пожертвовать часть зарплаты для воюющих в Украине российских солдат. Об этом написали важные истории. Один из педагогов школы в Подольске рассказал, что на собрании учителей попросили добровольно перечислить по три тысячи рублей в поддержку российской армии, потому что на фронте не хватает трусов и носков. Перечислить деньги учителям предлагают в некий фонд культурное развитие молодежи города Подольска. Ссылка на него размещена и на сайте администрации города. Вторая армия мира на самом деле такая убогая и бедная, что на трусы и носки для солдат теперь клячат деньги даже у бюджетников. Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал спецоперацию войной и призвал к мобилизации. Война и спецоперация отличаются коренным образом. Спецоперацию объявил, вы можете прекратить войну, вы не можете прекратить, даже если вам захочется, вам придется идти до конца. У нее есть два исхода – или победа, или поражение. По словам Зюганова, Россия противостоит волчьей натовской стае во главе США. И если сейчас дать слабину, то каждому второму россиянину придется надеть шинель. На слова Зюганова тут же отреагировали в Кремле. Песков сказал, что речи о всеобщей мобилизации в России не идет. А в партии так испугались слов своего лидера, что вырезали их из его выступления. А позже пояснили, мол, Зюганов на самом-то деле имел в виду мобилизацию экономики и ресурсов. Чтобы отправиться на фронт, Зюганову совсем не обязательно ждать всеобщей мобилизации. Он может сделать это прямо сейчас. И пусть заодно прихватит с собой Михаила Дегтярева и остальных кабинетных сторонников войны. Например, зампреда Госдумы Александра Бабакова. Этот ярый патриот требует захватить Украину, а на заседание парламента не появляется без Z-значка. В цветах георгиевской ленточки, конечно же. Но это не мешает ему финансировать ВСУ. Журналисты схемы и Scanner Project выяснили, что Бабакову через подставных лиц принадлежит доля в компании VES Energy, которая владеет пятью ТЭЦ в Украине. VES Energy – латвийская компания, которую контролируют три человека. Сам Александр Бабаков, Евгений Гиннер, связанный с Ростехом и криминальный авторитет Михаил Воеводин. Его, кстати, разыскивает Интерпол. При этом VES Energy уверяет, что осуждает войну и жертвует деньги Вооруженным силам Украины. Резюмирую. Связанный с криминалом депутат Госдумы одной рукой голосует за спецоперацию, а другой зарабатывает в Украине и осуждает войну. Эта ситуация кажется абсолютно безумной, но неудивительной. Все, что интересует кабинетных ястребов – это деньги. Будь то российский бюджет, европейский бизнес или карманы украинцев. Армения обратилась к России за помощью из-за боев на границе с Азербайджаном, а также ВДКБ и Совет безопасности ООН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в ходе ночных боев погибли 49 армянских солдат, ранены трое мирных жителей. В Ереване утверждают, что Азербайджан использует артиллерию, минометы, беспилотники и крупнокалиберное стрелковое оружие и наносит удары по военной и гражданской инфраструктуре. Азербайджан называет эти обвинения абсурдными. В Минобороны страны заявили, что это Армения совершила провокацию, а азербайджанская армия теперь ее нейтрализует. По условиям трехстороннего соглашения поддерживать перемирие в Нагорном Карабахе должна российская армия. Но с началом войны в Украине наши военные потеряли авторитет миротворцев, и у них не получается сдерживать конфликт. За лето в федеральном бюджете образовалась дыра на полтора триллиона рублей. Это больше, чем Россия тратит на образование за год. Журналисты Moscow Times посчитали, что это произошло из-за военных расходов и последствий санкций. Причем рухнули даже нефтегазовые расходы. В августе на экспорте нефти и газа Россия заработала меньше, чем в 2021 году. Путин постоянно говорит, что санкции России не страшны. А благодаря поставкам в Азию страна даже не заметит ухода западных покупателей. И вот еще одно доказательство, что это ложь. Китай в августе снизил закупки угля из России на 15%. При этом цена на российский уголь упала почти на 40%. При том, что в мире цена на уголь вообще-то росла. Это прямой результат эмбарго Евросоюза на российский уголь, которая вступила в силу в августе. Российские угольщики просто не могут продавать сырье куда-то еще, а тем более за приличные деньги. В итоге им пришлось сокращать добычу. И еще одно доказательство, что с российской экономикой все в порядке. В правительстве предложили российским пилотам самостоятельно ремонтировать самолеты, чтобы экономить на техниках. Революционное предложение сделал замминистра промышленности Олег Бочаров. Он считает, что летчиков нужно сертифицировать как универсальных бойцов. Чтобы снизить стоимость полетов, Минпромторг также хочет заменить второго пилота на виртуального. Хотя это противоречит международным правилам безопасности полетов. А российские авиакомпании порекомендовали пилотам поменьше использовать тормоза при посадке и рулении, чтобы сберечь запчасти. Согласитесь, после таких новостей летать по России стало как-то страшновато. Это были все главные новости к этому часу. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. Завтра утром Иван Жданов расскажет вам о главных событиях за ночь. А я прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok